Один из самых авторитетных российских фондов, Фонд развития гражданского общества, составил рейтинг наиболее реалистичных и популистских партий. Эксперты Фонда развития составили рейтинг программ 14 участвующих в думских выборах политических партий. 30 экспертов на 90 страницах текста представили свою оценку уровня реалистичности, системности, антипопулизма и электоральной привлекательности партий. По каждому параметру выставлялась оценка от 1 до 5. Согласно опубликованным данным, наиболее реалистичную и привлекательную программу для избирателей подготовила партия «Единая Россия». Самыми популистскими стали предвыборные программы коммунистов России и Парнаса. Коммунисты России, Парнас, партия Роста и в том числе партия ЛДПР. Эти партии предлагают некие действия, которые никогда не могут быть совершены. Бесплатный проезд для всех пенсионеров, бесплатное образование. Цель такого рода предложений состоит только в том, чтобы получить электоральные голоса. Цинизм этого предложения состоит в том, что кандидат, на мой взгляд, просто без всякого уважения относится к собственному избирателю. Программа партии «Единая Россия» как раз отличается тем, что предложения, которые партия выносит на, условно говоря, суд избирателя, в большинстве своем абсолютно реалистичны и в большинстве своем могут быть реализованы. Напомним, на съезде «Единой России» 27 июня президент страны Владимир Путин предостерег политические партии от спекуляций на текущих трудностях. Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью, которую мы вместе добивались во все предыдущие годы. Ведь только в условиях общенационального согласия мы можем идти вперед, добиваясь выполнения намеченных планов и изменять жизнь к лучшему для наших людей.